Программа «Православный взгляд» Программа не только, не столько религии, сколько разных событий в нашей с вами жизни. И давайте вновь попытаемся взглянуть на них православным взглядом. Я Виталий Степкин, а мой собеседник в студии, митрополит Томский, Асиновский, Ростислав. Владыка, рад вас видеть. Да, уже взаимно. Здравствуйте, Виталий. Владыка, сегодняшнюю программу предлагаю посвятить взаимоотношениях людей, которые служили и которые не служили. Условно говоря, назвал ее «Гражданские служивые». Почему выбрал такую программу? Потому что скоро грядет 2 августа. К сожалению, иногда случается такая картина, когда десантники в определенном уже состоянии, которые когда-то защищали отечество, но вот бывает так, что нужно защищать уже общество от них в определенный день. Как вы считаете, должен ли человек, который служил в армии, а вы сами когда-то тоже служили, кичиться тем, что он был военнослужащим? Кичиться вообще ничем нельзя, потому что если кто-то считает, что служба в армии – это престижно, то и человек начинает этим кичиться, это он надмивает свою собственную гордыню. И поэтому, конечно, это не тот вопрос, кичится человек или не кичится. Другое дело, как человек, скажем, потом, после армии, воспринимает и осознает сам для себя важность или неважность службы в армии. Я помню и свою службу, когда был призван, это был еще 1981 год, служил два года до 1983 года, и надо сказать, что не пожалел. И хотя я был таким достаточно домашним человеком, воспитывал меня в основном женский коллектив, поскольку папа умер достаточно рано, когда мне было мало лет, и поэтому семья наша состояла из мамы да бабушки. И мне первоначально-то не очень хотелось идти в армию, отрываться, так сказать, от домашних условий. Но потом я никогда не жалел о том, что я прошел через армейскую службу, потому что она многое-многое дала. И помимо каких-то таких навыков, которые, я думаю, необходимы в жизни любому мужчине, армия в том числе закладывает основы такой вот армейской дружбы и армейских взаимосвязей, которые потом не прерываются долгие-долгие годы. А иногда, когда такая связь прерывается, по прошествии многих и многих лет люди, которые когда-то давным-давно служили вместе, вдруг начинают разыскивать друг друга. И вот буквально в последнее время довольно много тех солдат, с которыми я служил, которые сейчас уже, конечно же, все немолоды. С некоторыми из них я и не прерывал связи. На протяжении всех этих лет мы общаемся. Но вот иногда сейчас меня разыскивают люди и хотят встретиться, увидеться, пообщаться. Вот я этому очень и очень рад, потому что, ну так я всегда о них помнил, конечно, но как-то вот мы потерялись в жизни. Поэтому армия, она закладывает такую вот как бы долголетнюю иногда дружбу. То, что не забывается потом, и даже если в жизни люди иногда не пересекаются, то все равно какие-то воспоминания об армии не остаются. Это очень яркий период жизни любого человека, мужчины, парня, который вот отдал долг Родине и прошел через военную службу. Владыка, ну вот потрясающая история про то, что вас стали разыскивать, желают встретиться. А уже какие-то такие встречи были со служивцами за время, когда вы уже были на архиерейском служении? Да, один человек, который за это время сам стал тоже церковным. Понятно, что когда я служил в армии, была еще советская власть, вот когда быть верующим было не так просто, и поэтому официально все у нас были неверующие, вот в большинстве своем. И потом со временем кто-то из этих сослуживцев приходил к вере, начинал ходить в церковь и начинал вспоминать о том, что вот был еще в советские времена в армии один из их сослуживцев, который тогда уже был верующим. И вот как-то обо мне зашел разговор у одного из бывших моих сослуживцев со священником, с которым они вместе то ли в больнице где-то лежали, то ли в санатории каком-то были, я уже не помню. И когда речь зашла там обо мне, воспоминания этого бывшего моего сослуживца, в его рассказе этот батюшка узнал меня. А когда-то я, поскольку был преподавателем в Московской духовной семинарии, и многие из моих учеников теперь служат в разных уголках нашей страны, нашей церкви, он сказал, что «Ой, так это же вот митрополит Томский». Этот бывший сослуживец сначала не мог поверить, что ну как вот какой-то мальчишка, да, ну верующий, все, и вдруг он и митрополит, все, но потом начал как-то этот вопрос изучать, благо, что сейчас интернет есть, можно, так сказать, там какую-то необходимую информацию обо всем на свете найти. В общем, он удостоверился в том, что я это я, и в конце концов нашел возможность связаться с епархией, написал на официальную епархиальную электронную почту, мне это письмо передали из канцелярии, я ответил. После этого мы неоднократно встречались. Ну это одна из таких историй, но далеко не единственная. Владыка, а вот то, что вот люди какие-то профессиональные праздники отмечают парадамы войск, на самом деле это способствует сближению или наоборот как-то разъединяет? По большому счету же все, кто служил в армии, вы, я, ну это же просто защитники отечества, какая разница, один моряк, один пехотинец. Да разницы никакой нет, просто если это смотреть как-то со стороны, вот есть разница, если это вопрос в плоскости, ну какой-то теоретической. Но всегда ведь, так сказать, люди объединяются по общности каких-то интересов. Понятно, а вообще нужно ли праздновать какие-то профессиональные праздники, когда, например, строители празднуют, День строителя, врачи – День медицинского работника, правоохранительные органы – День сотрудника внутренних дел, допустим. Зачем это праздновать? Разве мы не все граждане одной страны? Может быть, вот есть какой-то там праздник, День России или еще какой-то? Вот и все. Ну можно, конечно, все объединять и все расширять, но есть у людей какие-то более близкие интересы. И понятно, есть такой праздник, который отмечают все имевшие отношение к защите нашего Отечества. Это День защитника Отечества, который празднуется в феврале. Но кроме этого Дня защитника Отечества, который для всех, есть какие-то локальные такие праздники. И если, например, отдельно там танкисты или артиллеристы или те, кто служили в десантных войсках в какие-то дни, решают так же вот собраться вместе, например, если я служил в одном роде войск, то, конечно же, я встречаюсь со своими сослуживцами, а не буду встречаться с какими-то другими людьми, которые, в принципе, когда-то где-то служили в армии. Потому что особенно в советские времена, ну, все служили в армии. Вот. Хочется ведь не просто встретиться, а хочется о чем-то вспоминать. В каждом роде войск есть свои какие-то традиции, свои особенности. И когда, например, вспоминают о своей службе десантники, наверное, и не то же самое, и не так же интересно это слушать, например, подводникам, у которых совершенно свои истории. И поэтому, конечно же, люди, которым хочется повспоминать, как они служили, они вот собираются иногда. И по определенным родам войск, ну, и вспоминают свою армейскую службу. Я считаю, что это вполне разумно и вполне естественно. Владыка, а вот вы теперь как считаете, каждый мужчина должен служить в армии? Или если есть у человека там официальная возможность не прятаться где-то там, скажем, ну, по линии учебы, не ходить в армию, можно и воспользоваться? И в этом нет ничего такого. Ну, во-первых, я уже сказал, что служба в армии, она многое дает человеку. Человек, который, скажем, не служит вот потому, что он просто не хочет, вот, он сам себя как бы окрадывает. Есть целая категория людей, которых можно назвать, ну, такими, что ли, убежденными пацифистами. Вот, кто-то, скажем, не может брать в руки оружие по своим каким-то религиозным, либо иным каким-то пацифистским взглядом, то в начале, по-моему, еще или в середине 90-х годов, если, или в начале 2000-х в нашей стране предусмотрена для таковых людей альтернативная служба, которая не связана вот с ношением оружия. Такая служба также в нашей стране востребована, и этой службой тоже может воспользоваться человек. Ну, а каждый... Мне иногда приходилось слышать такие рассуждения, когда люди говорят, все, а почему я должен родине отдавать какой-то долг, а чего она мне такого дала вот взаймы, что вот я чего-то там родине должен. На самом деле, ведь все, чем мы пользуемся, это все благодаря нашей стране, благодаря тому, тем многим поколениям наших людей, которые жили до нас тысячелетия, которые созидали все те блага, всю ту страну, в которой мы родились, выросли. И просто человек не до конца иногда понимает, что буквально с рождения, даже с зачатием, он оказывается, так сказать, вот в ореоле такого внимания, что ли, всей страны, всего общества, потому что человек, когда еще он в утробе матери, маму посещает какие-то женские консультации, которые, так сказать, содержатся благодаря нашему бюджету, который складывается из налогов всего общества, потом человек находится в роддоме и так далее. Вот. На протяжении всей жизни человек получает бесплатное образование. Другое дело, что кто-то там начинает рассуждать, а вот достаточно ли оно хорошо или недостаточно хорошо. Ну, если недостаточно хорошо, кто мешал воспользоваться какими-то альтернативными видами и получения образования, и услуг, вот, как говорится, скатертью дорожка. Кто-то считал, что, например, такие услуги, куда на более высоком уровне, где-то там вот за рубежом, потому что у нас-то все плохо, конечно, а там все хорошо. Вот. Но, во-первых, когда они туда приходили, когда им выставляли там счета, то у многих, если это не олигархи какие-то, то глаза оказывались не на традиционном для них месте. Вот. Во-первых. Во-вторых, и многие те вещи, которые издалека оказались в таком радужном свете, вдруг оказываются не столь уж радужными, на самом деле, конечно, государство нам дает много. Но даже если бы оно ничего вдруг не давало, все равно, если мы, сыны наши и дочери нашего Отечества, каждый, ну, должен думать, а что он может, вот, какую пользу он может принести. Не себе лично, вот, а всей нашей стране, вот, в которой он живет, вот. И поэтому, исходя из этого, конечно же, каждый что-то для Родины должен сделать. Служить Отечеству можно на разных поприщах, и не только сменив гражданскую одежду на воинские мундирные, где-то в других видах служения проявить себя. Поэтому здесь, возможно, разные варианты. Владык, ну, вот сейчас еще есть такая обеспокоенность, что рано или поздно СВО закончится, и люди, которые там вот воевали, вернутся, и может возникнуть некий конфликт в интересах с теми, кто не был на СВО у тех, кто воевал, а тем более с теми, кто пока шло СВО, сбежал в какую-то страну, а потом решил вернуться. Вы не разделяете таких опасений? Я не разделяю, считаю, что это какие-то теоретические надуманные проблемы, никаких таких проблем не бывает. Другое дело, конечно, люди, которые проходят через горячие точки, у них формируется некое свое такое определенное мировоззрение, и поэтому такие люди нуждаются, ну, в каком-то, так сказать, в послевоенной такой, ну, не то чтобы реабилитации, а в какой-то особом внимании. Вот, мы знаем это по другим конфликтам военным, через которые в том числе и наши соотечественники прошли, либо солдаты других армий. Мы знаем, как Долгал Тиндром войны вьетнамской проявлял и до сих пор еще проявляет себя в Соединенных Штатах Америки. Поэтому это такая задача и есть, но и над ней уже сегодня работают, как разные вузы соответствующие, государства, да и церковь, которая имеет попечение о военных, как в горячих точках самих сейчас такая возможность есть, в отличие, скажем, от времен Афганской войны, когда церковь, ну, была отстранена от подобного рода мероприятий. Сегодня пасторская помощь оказывается в том числе и тем людям, которые на передовой оказались. Церковь окормляет и тех людей, которые возвращаются к мирной жизни. Это, конечно, тоже очень важно, очень позитивно. Поэтому какого-то больших таких проблем я не вижу, кроме тех проблем, которые могут возникать вообще в человеческом обществе в силу несовершенства самого человека после его грехопадения. У каждого человека есть свои страсти, эти страсти как-то проявляются, но это связано не с тем, что вот кто-то откуда-то вернется. Есть много подобного рода проблем, и среди тех людей, которые никогда нигде не служили и через горячие точки не прошли, а постоянно возникают какие-то такие конфликтные ситуации, казалось бы, на пустом месте. А семинаристы сейчас, после того, как окончили духовную семинарию, они идут служить в армию или... Семинаристы по-разному. Некоторые служат в армии еще до поступления в семинарии. Есть случаи, когда человек, проучившийся какое-то время в семинарии, потом решает, что ему необходимо и в армии послужить, прерывает свое обучение, служит в армии, потом возвращается и продолжает обучение в семинарии. Есть те, кто заканчивает семинарию и служит в армии. А есть те, кто этого не делает, поскольку принимают священный сан, уже будучи готовы к этому. Если человек до того, как послужил в армии, принял священный сан, как раз вот когда мы говорим о возможности или невозможности служить в армии, хотя православие, вот, оно не возбраняет службу в армии, но для священнослужителей возбраняет служение в армии, и ношении использования оружия, потому что если человек принял уже священный сан, то он тогда в армии не служит, но он может быть в случае необходимости призван в качестве, скажем, какого-то полкового священника, потому что сейчас во многих частях, ну, своего рода, такими духовными наставниками являются батюшки. Вот, священники несут свое служение и в горячих точках, и на передовой, и везде. Поэтому, если человек стал священником, он не обязательно может быть призванным в армии и стрелять, он может нести где-то свое уже пастырское священческое служение по окормлению военнослужащих. Вы сказали, что армия вам много дала, помимо интересных людей, с которыми вы поддерживаете связь до сих пор, что вам армия дала, что вы можете сказать, что это пошло на пользу? Какая-то самостоятельность? Ну, здесь говорить можно о очень многом и в разных аспектах. Вот, поэтому такой вопрос общий, что она дала. Но хотя бы она дала то, что я, оказавшись в армии, оказался в нестандартных для себя условиях, и, будучи верующим человеком, моя вера прошла, ну, дополнительную, что ли, закалку такую. Потому что одно дело, когда ты живешь дома, вот, где верующая бабушка, где пусть неверующие родители, но все равно как-то, так сказать, более-менее это своя среда. Ну да, когда там, скажем, к твоим убеждениям не очень приветливо относятся где-то там в месте учебы и пытаются тебя переубедить, перевоспитать, это одно дело. Но другое дело, когда ты живешь вот в таком замкнутом мужском коллективе, когда все регламентировано до мелочей, и когда даже ношение или не ношение креста, это большая-большая, так сказать, в то время была проблема, и просто за крестик, за право его носить, приходилось бороться и отстаивать это право. Вот. А в те времена это было очень-очень непросто. Поэтому, конечно же, это было некое испытание, закалка и моих убеждений, и моей веры. Ну и кроме того, для меня армия интересна еще и тем, что это было, открылось для меня большое такое поприще, ну что ли, миссионерской деятельности, когда я своей верой мог делиться с окружающими меня, с услуживцами, потому что в то время, когда вера была почти что под запретом, у всех вызывал этот вопрос очень большой интерес, и поэтому по вечерам вокруг моей кровати всегда собиралась большая группа военнослужащих, где кто-то, пытаясь со мной поспорить, подискутировать, кто-то в позитивном ключе желая от меня что-то услышать, начинали беседу о церкви, о Боге, о Евангелии, и поскольку, так сказать, эта тема была практически ни для кого неизвестной, то начинался мой рассказ о Слове Божьем, о каких-то вещах духовных, церковных, и поэтому у многих, вот я говорил о том, что мы пересекаемся, так сказать, иногда сейчас со многими сослуживцами, с которыми иногда там и десятилетиями не виделись, а что застает, заставляет вот иногда их вдруг на меня выходить. А как раз вот то, что всплывает в памяти вот те дни, когда мы говорили о чем-то таком добром, светлом, о духовном, о вере, о Евангелии, вот. Не всегда эти семена сразу прорастали, но у некоторых вот они как бы уже и потом начинают прорастать, какие-то такие добрые воспоминания об этих временах они есть. Поэтому у каждого там, наверное, свое что-то такое позитивное, но у меня вот с целым блоком это связано. Переходим ко второму разделу нашей программы. 2 августа церковь отмечает память пророка Ильи, величайшего пророка, я бы даже сказал. Ну вот мы говорили сегодня о армейской службе. Так вот 2 августа, в тот день, когда церковь празднует, день памяти святого пророка Ильи, празднует свой день десантники. Ну и мы видим, что праздновать-то можно по-разному. Во-первых, по благословению святейшего патриарха Алексея II и по просьбе самих десантников благословлен был святейшим патриархом считать этого святого своим небесным таким вот покровителем, поскольку его именно день памяти и празднует свой праздник десантники. И этот праздник, ну как мы и говорили, он по-разному проводится многими десантниками. Иногда такие солдаты, оказавшиеся демобилизованными в настоящее время, употребляют неумеренное количество спиртных напитков, а потом и ведут себя не очень и очень достойно, когда причиняют некое беспокойство окружающим их людям. Но это лишь одна сторона. Но есть и другая сторона. В день Ильи Пророка в храмах, иногда в Москве есть целый ряд храмов, где собираются десантники на такую вот божественную литургию, которую совершают иерархии иногда русской церкви. И десантники, многие десантники, я не скажу, что все, они начинают вот этот день с божественной литургии, с молитвы. Ну и потом тоже празднуют этот день весьма и весьма благопристойно, когда встречаются бывшие сослуживцы, когда вспоминают свою армейскую службу, все это на позитиве. У нас в городе часто видишь, как 2 августа возвращаешься с литургией, видишь, как в том числе и по центральной улице иногда проезжают какие-то машины или мотоциклы, и там видно, как из этих окошек автомобилей вывешены флаги десантных войск, когда эти автомобили подают какие-то сигналы. Это, мне кажется, очень позитивно, очень так интересно. Но, конечно же, празднование, оно не должно переходить какие-то свои такие границы. Да, кстати, сам-то Илья Пророк, хотя он это святое еще ветхозаветное, но в христианской новозаветной церкви, наверное, один из самых почитаемых ветхозаветных святых, он был таким борцом за правду, за справедливость, который стоял за истину, не боясь никаких преград, не боясь бросить вызов сильным мира сего. Иногда ему казалось, что он такой борец-одиночкой, и поэтому иногда руки его почти что было опускались, и он взывал ко Господу, «Господи, все тебя оставили, остался я один, и моей смерти ищут». Но, тем не менее, Господь укреплял его, и в конце концов он отстоял истину. И такой вот герой духа, борец за чистоту веры, он празднуется православной церковью в этот день. Илье пророку обычно еще молится и просит его о добрых погодных условиях, поскольку в свое время, как из житья мы его знаем, он имел такое дерзновение пред Богом, что силой своей молитвы он заключил небо на три с половиной года, которое не давало дождя, а потом также разрешил это небо, и оно разразилось дождем и оросило землю. И поэтому, когда есть такие годы, когда все мокнет от непомерных дождей, либо наоборот, годы засухи, то обращаются с молитвой к этому святому, чтобы он помолился и умолил Бога, как в те древние времена, и чтобы Господь послал добрую погоду. Владыка, у нас еще остались близ вопросы. В финале программы традиционно прошу ответить более кратко. Владыка, если появится возможность, спрашивают нас, поехать куда-нибудь на недельку трудникам, как лучше выбрать монастырь, что необходимо учитывать? Ну, во-первых, направляясь в качестве трудника в монастырь, нужно понимать, что это не экскурсионная прогулка, это не развлечение, потому что жизнь в любом монастыре предполагает какое-то погружение в эту монастырскую среду. А в монастыре, ну, все основано на чем? На молитве и на послушании. Поэтому, конечно же, если мы приезжаем в монастырь в качестве трудника, то мы должны быть готовы принять от настоятеля либо от других уполномоченных для этого лиц духовных святой обители нести то послушание, которое нам будет поручено, вне зависимости от того, хотим мы это делать или не хотим. Ну и, конечно же, если мы прибыли в монастырь на какое-то время и живем там в качестве трудников, то нужно полностью, ну, свою жизнь соотнести с уставом этого монастыря. И не будучи монахом, по сути дела, жить так, как живут и монахи. Выполняя порученные послушания, усердно посещая богослужения, вне послушания. Если, скажем, по уставу этой обители богослужения там начинаются в этом монастыре в пять часов утра, то не спать там до обеда, вот, и потом идти лишь на то послушание, которое не обязательно выполнять утром, а принимать участие во всех сторонах монастырской жизни. Однажды на улице представители одной из христианских конфессий вручили небольшие евангелия, неканонические. Как лучше их употребить? Ну, во-первых, евангелий неканонических нет. Вот все евангелия, если, скажем, вот Библия или Ветхий Завет, там есть книги канонические, есть 11 неканонических книг. Вот традиционная, православная такая Библия, она содержит всю полноту вот этих книг, и канонические, и неканонические. Вот. Те издания, которые выпускаются некоторыми протестантскими сообществами, вот, или для протестантов библейское общество печатают, там не все книги. Поэтому в этом плане, ну, священное писание какое-то не совсем полное. И человек, который пользуется этой Библией, у него складывается не вполне такое объективное, неполное вот представление о священном писании. Что же касается Евангелия, здесь Евангелие, оно одинаково, так сказать, издаваемое и протестантскими сообществами, и библейским обществом, и православной церквью. Поэтому текст там вполне, если это Евангелие удобно для использования, вот, то вполне им можно пользоваться. Другое дело, ведь есть какая-то литература, которая сопровождается комментариями. Я видел какие-то издания определенные, где не просто текст священный, текст евангельский, но там много каких-то есть комментариев. Эти комментарии не всегда носят такой православный характер. То есть, по сути дела, не только не разъясняют Евангелие, на самом деле вводят человека в заблуждение, отталкиваясь от евангельского текста, но на самом деле сеют в человеке семена какого-то такого лжеверия. Конечно же, такими пользоваться текстами не следует. Спасибо большое, Владыка. Нашим телезрителям остается напомнить, что адрес нашей электронной почты православие70, собака, мейл.ру. Пишите, присылайте вопросы, либо предлагайте тему одной из наших следующих передач. Владыка, вас я благодарю за очень познавательные и содержательные ответы. Вас тоже благодарю, Виталий. Дорогим нашим телезрителям, доброго здоровья и благословения Божьих. Ради всех, Господь. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин